На этом празднике танцев каждый смог почувствовать себя прекрасной дамой или элегантным кавалером. Организаторы Сочинский клуб народного и старинного танца попытались создать атмосферу настоящего бала. Помогли соответствующие костюмы и музыка. Кадриль, вальс, полька – все танцы поставлены близко к оригиналу прошедших эпох. Это и развлечение, прежде всего, как всегда были танцы, и желание, чтобы танцы вернулись как форма досуга. Потому что мы очень за последнюю половину века мы просто потеряли это. Ну и, конечно, сохранение культуры, какой она была, истории. В бале приняли участие не только участники клуба старинных танцев. Попробовать себя на паркете и разучить несколько новых движений смогли все желающие. Добавлю, что клуб старинного танца в Сочи существует уже 9 лет. Сегодня там занимается несколько десятков человек от 12 лет до пенсионного возраста. Следующий балл с мастер-классом пройдет там же, в музее Островского, 3 ноября. Аплодисменты.